Всем привет! Меня зовут Маш Мелаш, а это моя новая рубрика, которая называется просто Маш. И сегодня я хочу поделиться с вами своим мнением о очень клёвых, крутых, талантовых двух ребятах, это Оксимироне и Эсте. Не так давно я посмотрела Versus. Начинаю смотреть баттл Оксимирон против Эсте, я думала, блин, наверное, выиграет Оксимирон. Но интересно посмотреть всё это. И смотря баттл, я сама подсознательно не понимаю, начинаю думать, что мне так нравится Эсте, что я так хотела бы, чтобы он выиграл. Потому что в отличие от расслабленного Оксимирона на этом баттле, не знаю, смотрели вы или нет, Эсте был очень милым, он был очень няшным, он был хорошим человеком, который рассказывал о себе очень много. Он разрешил мне, зрителю, пустить себя в свою жизнь. Не понимая этого, мне он так понравился. После баттла я пошла и подписалась в моём инстаграм. Но теперь основная история, которую я бы хотела вам очень рассказать, потому что вы мои зрители и мне хочется делиться с вами своими эмоциями. Через пару дней я сижу в кафешке на Арбате и в окно вижу идущего человека в кепке с бородой, очень похожего на Эсте. Я сижу и думаю, подойти к нему. Пока я сижу и думаю, он уже убегает вперёд. Думаю я, думаю, думаю, думаю. Всё, всё, хорош, надо бежать. Беру телефон и бегу. Бегу, короче, за ним. Он такой бежит, разговаривает по телефону, и тут я такая появляюсь слева. И он такой, эээ, типа чё? Я ему говорю, стой. Смотря на меня и такой, типа пока. Я говорю, угу. И он выключает телефон и говорит, ну. И в этот момент я поняла. Я любила Оксимирона, пока не встретила Эсте. Я не ожидала от себя таких эмоций. Я стою и не могу ничего сказать. Я не могу ничего сказать. Я стою и говорю, а ты такой крутой, а ты крутой, ты очень крутой, ты такой крутой. И говорю я эту фразу, наверное, раз в шесть. Я никогда в жизни не испытывала таких эмоций. Никому вообще. Я хочу сказать ему, что он выиграл для меня в этом баттле. Что весь этот баттл я смотрела и болела за него. Но я не могу ничего сказать. Мне как будто вот здесь что-то перекрыто. И я, ааа. Он стоит такой, эээ. Стою сонепая на него и думаю, блин, какой же ты крутой. И дальше я понимаю, что я хочу что-то с ним снять для вас. Потому что это будет прикольно. Потому что я к этому видео буду относиться вообще по-другому. Ну, а вам будет просто, наверное, тоже это прикольно и интересно. Я говорю, давай что-нибудь снимем, я видеоблогер. И он такой, а я Саша Степанов. Очень приятно. Я говорю, Маш Милаш. И мы знакомимся. Очень рад с тобой знакомиться. Взаимно. И в этот момент я понимаю, что он еще и добрый бипец. И что он так хорошо ко мне отнесся. Хотя я, в принципе, получилась обычной фанаткой. Сдаю какой-то тупой вопрос, который я сейчас даже вообще не вспомню. Знаешь, что скажешь? Давай. Ааа... Давай скажи, какая у тебя любимая песня? Дима Билана. Дима Билана, подожди. Насколько сильно я не ожидала, что мне может быть так круто, если я встречу вот СТ. Я очень рада. Столько хотела сказать, я столько не сказала. Потому что я просто не могла. Я увидела его и офигела. Ребята, это был, конечно, прикол. Теперь после этого я совершенно по-другому стала относиться к своим зрителям. Теперь я понимаю, что иногда и вам сложно подойти к какому-то блогеру. Потому что вы подходите к нему, и вы не можете что-то сказать. Как я, допустим, с СТ. И когда ко мне сейчас подходят мои зрители, которые хотят со мной сфотографироваться, задать какие-то свои вопросы, я начинаю с ними говорить так, как хотела бы, чтобы тогда со мной говорил СТ. Я начинаю спрашивать, а какое тебе видео мое нравилось больше всего? А что там тебе во мне нравится, что не нравится? Давай мы с тобой сфоткаемся. Может быть, тебе хочется ждать какой-то свой вопрос. Давай подумай спокойно, постой. Вот я так говорила вчера буквально. Я понимаю, что всем бывает сложно что-то сказать человеку, которого ты не ожидаешь встретить или очень ждешь этой встречи. А потом ты хочешь сказать столько всего, что не можешь вообще ничего сказать. Вчера была ситуация. Было мероприятие в парке Горького. И одна девочка меня увидела, побежала за мной и говорит, Маша, привет, помнишь меня? Я в новоте на дне рождения. Можно с тобой сфоткаться? Да, конечно. Я бы еще хотела сфоткаться там с другими блогерами. Блин, я бы хотела, чтобы мне помогли, если моя мечта это сфоткаться с ними, чтобы эту мечту кто-то осуществил. Я несу ей бейджик. Я там раздобыла бейджик, пресса ей. И вот так я говорю, заходи. И там сидят все блогеры. И она с ними фоткается. И в этот момент я чувствую себя круто. Мне приятно считать, что чья-то мечта осуществилась или половина мечты осуществилась, вдруг она не совсем сфоткалась с кем хотела. А возможно, не испытав бы таких эмоций не так давно там на Арбате, я бы не сделала так. Пусть таких людей, блин, больше. И, наверное, это все, что хотела вам рассказать. Спасибо, что посмотрели это видео. Я желаю вам удачи. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Если нет, то его придется пересмотреть снова, потому что на второй минуте было очень мило. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Ставьте лайки, пожалуйста. С вами была Маша Милаш. И спасибо, пожалуйста. Пока-пока. Ребята, ем я такая сейчас в ресторане. И вот идет человек вот этот. Кайф? Привет, я человек. Человек. И я очень радовалась с ним познакомиться. Что, не скажешь? Давай, знаешь, что скажешь? Давай. Давай, скажи, какая у тебя любимая песня Димы Билана. Дима Билана, подожди. Вот так, где он на Евроиде, он прыгает с ногами. Ай, да, да. Я не знаю, что это за песня, но классно прыгал с ногами. Я пытался много раз повторить этот трюк. Но я считаю, что нужно было писать Евровидение. Не пытайтесь повторить этот трюк дома. Понял. Потому что я сломал много посуды, разбил мебель. Понял. В очень радоваться. Взаимно? Вот. Всем привет. Всем привет. А еще скажу по секрету. Я решила, что в каждом видео я буду звонить своему зрителю. Поэтому делай репост этого видео ВКонтакте. Пиши в комментариях к этому видео на моей странице. Готово. А у себя пиши. Я хочу, чтобы Милаш мне позвонила. И я позвоню тебе. Алло. Тимка, это ты? Да. Как дела твои? Нет. Хорошо. Что делаешь? Ты знаешь, кто это? Ты знаешь, кто это? Нет. А есть мысли? Нет. Это Маш Милаш. Чего? Это Маш Милаш. Привет. Привет. Ты мне просто оставлял номер и писал, что ты позвони мне. Вот я тебе звоню. Круто. Круто? Я. Класс. Я тоже. Блин. Вообще, я в шоке. Почему? Не знаю. Я думал, ты мне просто звонишь, что мне ответят за ней. Ну, ты раз написала мне телефон, ты же, наверное, думала, хотела, чтобы тебе ответили. Вот я тебе звоню. Клево. Да, вообще. Да. Я тоже. Я хотела поднять тебе немножко настроение. У тебя хорошая погода в городе? Да. Вот, поэтому я хотела, чтобы если у тебя плохая погода и у тебя плохое настроение, значит, чтобы у тебя хотя бы настроение стало хорошим. Я очень рада. Я тоже. Я снимаю это на видео. Маш, ты что, правда? Правда. Я хочу передать привет моим подписчикам. Моим подписчикам? Значит, Тимка Тагиров сейчас будет вам передавать привет. Давай. Всем привет, ребят. Я рад. Если вы, наверное, тоже ставите телефон, то вам тоже могут позвонить. У-у-у. У-у-у. Хорошо. Вот. Я буду звонить теперь всем, кто делает репост этого видео. Пишут готов к моих комментариях. И пишут у себя, хочу, чтобы в статусе, хочу, чтобы милаш мне позвонила. Я оставляю свой номер, и я им перезваниваю. Да, не знаю. Мам, спасибо, Маша. Пожалуйста. Ты не хочешь меня ничего спросить? А то вдруг потом будет грустно, а перезвонить уже не сможешь. Да не знаю, о чем можно спросить. Привет, Костя и Максу, до встречи. Хорошо. Хорошо. Передам. Всего хорошего вечера тогда тебе. Давай. Пока. Пока-пока. Вот так. На этом Машина видео подходит к концу, друзья. Мы еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok